Имеем полное право начать работу сессии. Уважаемые депутаты, за то, чтобы провести сегодняшнюю 43-ю сессию, прошу голосовать. Кто за, кто против. На сегодняшней сессии у нас присутствует приглашенная. Это министр природных ресурсов Алисов Александрович, глава района Борисов Александрович, председатель районных депутатов русских Игорь Александрович и новый у нас сегодня прокурор. Дмитрий Сергеевич, фамилию не знаю. Василий Иванович, все у вас уже тревожные данные. Яллок Ферми Николаевич, исполняющий обязанности. Как фамилия? Второй день исполняет. А, второй день, ну а я помню. Значит, уважаемые... Убери, 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 я скажу. Часть сделан так. Значит, кто будет задавать вопросы в школе? Все учились? Учились. Подняли руку, задали вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Договорились? Топ-шоу не было. Все. На повестке дня у нас сегодня... Где у меня повестка? А, я не знаю, что я знаю, что я сейчас. Девять вопросов. Первый вопрос поставим так. Это обращение жителей села Посполово. Потому что, может, кто торопится, уйдет с сессии. Там у нас рабочие вопросы. Наверное, так сделаем. Согласны? Так, у нас поступило заявление от Жулия Ренка. Это я. Отзвучьте, пожалуйста, вопрос. Вопрос такой. Почему, вопреки острой нехватке рабочих мест, создаются рабочие места для граждан Китая? Коротко и понятно. Так, вопрос. Кому вы задаете? Задаю вообще Борисова. Нет, вы давайте конкретно. Или Александру Михайловичу, или Алексею Алексеевичу, или прокуратуре, или кому-то. Я конкретно задаю всем вопрос, так как все должны быть заинтересованы. Отлично. Так же депутатам, как представителям народа. Александр Михайлович, ответьте. Я тут, что вы отвечаете? Я даже он сам узнал. Я на сегодняшний день знаю, что она... Единственное, что я могу сказать, я про пасховую действительно не знал, что здесь у вас развернута такая, ну скажем, строительство. Вот, ко мне обратились генеральный директор, председатель Алтайского республиканского регионального отделения права России, и здесь такой представитель, вы слышали? Вы слышали? Депутат, он только в руках, советник по экономическим вопросам нашего главы Александра Михайловича. Но это абсолютно не касалось, скажем, пасховую. Между Россией и Китаем, я прочитаю, пасховую. Между Россией и Китаем с начала нынешнего века установились отношения всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. В 2005 году лидеры наших стран приняли решение о сохранении Евроэкономического союза и инициаторе объявлений с одним пунктом. Потому что просто по регистровке не очень все это... Экономическое сотрудничество и взаимные инвестиции традиционно поощряются в правительстве наших стран. Правительство Российской Федерации, орган исполнительной власти, государственной федерации, органом местного совпадения, неизменно оказывает содействие иностранным инвесторам. Тай-лузианская инвестиционная компания с ограниченной ответственностью на территории России, которую представляет по городу русско-китайская компания «Катуль», готова выступить ими инвестициями в проекте по глубокой переработке древесины на предприятии Чайского района. Целью сотрудничества является организация на территории Чайского района предприятий по глубокому переработке древесины. Инвесторы готовы участвовать в торгах по вредке в администрации для размещения безпрерабатывающего производства здания и имущества фабрики по производству основного концентрации России и Чайского района. И на условиях определенного законодательства Российской Федерации и организовать на данном предприятии производство по глубокому переработке древесины, производство ОСП, древесины сручных плит, фанелей, питания, лидерами. И последующая основа Китая, китайская инвестиция в Бежей стране, часть продукции подведенных заводом будет организовываться в Европейской Федерации. Это касается всей Киеве, но никак не по слову. На каком основании тогда они здесь базу строят? Вот я спрошу, что я могу так же тебе напоздать. На каком основании? Александр Михайлович, вы бы с ними туда ездили, там с ними беседовали. Послушай, мой дорогой, я вам еще раз говорю. Вот Игорь пришел, там что-то кто-то купил. Я говорю, ну пойдем посмотрим, что там купил. Я в этом не участвовал. Но я с другой стороны, мне никакого не понимаю. Люди приехали, работают. Вам быть всем недовольны. Будет производство у вас, больше налогов будет. Рабочие места будут. Вы понимаете, какая ситуация? Я еще раз говорю, я не участвовал в размещении этого предприятия. Вот, потому что я прочитал, ко мне обратились эти люди. Мы сейчас готовим документацию. Будем на торги устанавливать, нам передали просто не тот город. Мы его будем на торги выставлять. А там что-то купить, согласно закону. Но не изъявили желание там участвовать. Что касается здешних построек, то вы, наверное, в перерывку вы знаете, чем я. Я даже приехал, посмотрел, мы даже китайца не нашли, которые тут приходят поводить. Я говорю, на сегодняшний день там два китайца руководителя. Поэтому давайте так разделим эту зуму. Я отвечаю за то, что вы пустили сюда китайцев. Я говорю, мы сами здесь хозяева. Что же мне спрашивали? Я говорю, я нужен. Давайте выглядели. Значит, хорошо. Значит, есть здания, есть земли. Если сегодня эти коровники, значит, когда-то кто-то их купил, продал, развалил и так далее. Это же собственность чья? Да. То они, вероятно, эта компания купила эту собственность. И на этой собственности вполне на законных основаниях работали. Ведь это же деньги стоят, правильно? И почему это возмущает пославовцев, я не понимаю. У вас сегодня рабочих мест. Вот, вы читайте. Ну, для граждан Китая, понимаете. Я что, ни одного китайца там не видел. Вот он, где-то, Александр Михайлович. Будет, что будет. Александр Михайлович. Ну ладно, коровник, братали. По ресурсам, на чем они работать будут? Где ли лес будут брать? Это кто-то уже разрешил. Да? Министр, пока еще не понял, разрешил. Они уже там пьют. Министр Ростова, я не знаю. Общежития делают, работают. Вот, общежития делают, столовые делают. Вот сейчас и поедем. Я даже, вот сейчас, специально ходим, потом что-то делать. А потом завезут? Вот, что касается ресурсов. У нас сегодня... Конечно, зря не разрешили снять, Александр Михайлович. Но вы, как глава района, не знаете, что у нас вообще творится. Да, братцы, братцы, не считай так. Мы потом узнаем, все продано. Кто-то что продал, кто-то, что вообще творится, ничего не может. Люди только увидели, вот иначе... Мы не вмешиваемся в экономические отношения. Это же экономические отношения. Это же экономические. Это же не экономические отношения. Ну что это такое? Это что такое? А что-то? Пользуются, они будут пользоваться теми ресурсами районов. Это же предки для нас оставили землю тут. Ну давайте мы пользуемся, реструктуруруем. Ну а вообще сумма вы даете? А когда надо, не даете? С весом хат получил. Да, давайте. Тогда я хотела первый вопрос и второй сразу. Давайте, давайте я до конца отвечу, чтобы... Ну а давай, я потом просто по лесу буду. Никогда перепалкиваю, если вы не будете. Значит, еще раз повторяю, что вы помните, что этот зверобой Филхамидов, или как, собирался постер, значит, разводить. Он купил этот коровник. У ваших же жителей... У Айдара. У Айдара. У Айдара купил. Помните, что... Айдару кто продал? Пять этих коровников. Да. Кто Айдару продал, кстати. Вы умнят, почему спрашиваете? Это же еще макинация. Никто ничего не продавал. Это же самое. В сомнении, как говорится, на крестьянском хозяйстве. Где сапозы? Разделите, пожалуйста, эти деньги. От козовода. Значит, если вы сапозом, то есть, он мог его продать. Он же не возмутился, что-то. И его шутил. Он продал зверобою. Зверобою продал шутку. А он в сапозе заработал? Нет. Коровник. А первый вопрос. Айдару кто продал? Я не знаю. Вот сейчас продаж свой магазин. Вот вы сегодня зашли сюда. Значит, сапоза продаст, вот сидит. Продаст кому-нибудь магазин, но вас отсюда. Может такое? Может, она сошла. Я могу даже не знать, что она ко мне не придет. Она придет. Вот, допустим, выгод. Захочет себе купить магазин. Она приводит к нему. Купит и пойдет туда, если ее. Вы не сравниваете объем. Мы каждой корову продаем, свинью продаем. Объемы продаж-то тоже не нужно сравнивать. Тут земли проданы, лес продан. А мы говорим о каком-то здании маленьком. Уже рабочие руки будут отциональны. Мы в рабство уйдем. Я вам так скажу. Сегодня земель Челского района пустующая. А вот когда мы обращаемся, пустующих нет. Сотни тысяч гектаров. Вот единственное, что сегодня... А мы брали, оформляли, все продали. Я хотел бы с места не кричать. Давайте, а. Сотни тысяч гектаров. Пожалуйста, берите, покупайте. Значит, приходите. Значит, свои пои оформляйте. Мы тоже не запрещаем. Значит, у нас единственный, кто занимается сельскохозяйственным... Вообще, вот, там, Татьяна, вот, свыше, Салава. Ну, что никто? Светлана. Светлана, Татьяна. Остальные-то никто не проявил. Вот она действительно... Каждый год я присуждаю первое место. Ей никто не мешает. У вас сегодня земли, я вам скажу, вот так вот. Сотни тысяч гектаров. Они сегодня зарастают. Зарастли. Их надо сначала оформить. Зарастли. Ну, оформляйте их. А как их оформить, если они паевые? Да, это и такие есть земли. Паевые не оформят. Ну, и паевые-то чьи? Паевые? Паевые не оформили. Продал он уже. Ты продал? Я оформил. Я даже не знал, что он продал. Я прощу, кто продает. Кому продал? Да, да. Кому продал? Племяннику. Племяннику продал. Афанасью чуть-чуть. Ты же ко мне не приходил. Не спрашивай. Я в Казахове был. Ну. Поэтому здесь у нас, что касается пить-продалек, купить-продалек. Ну, это его дело. Я уже не виноват. Афанась ты будешь? Нет, никогда. Значит, сегодня запрещено продавать земли иностранцам. Запрещено. Ну, правда. Я вам... Академия, что продают? Вот сегодня русско-гитайская компания. Обязательно должно быть совместное предприятие. Сегодня отдельных предприятий иностранцев нет. Обязательно имеется какая-то доля русского капитала, а два для соблюдения и собственности. Понятно? Поэтому здесь, значит, претензии, как и на кого, чего там продали и так далее. Все идет. Если чего-то продается не по закону, с какими-то нарушениями. У нас тут есть прокуратура, есть уголовные исследования и так далее. Мы должны согласиться, что это не так. Вот. И разбираются они там за частью. Громодят экспертизы, проводят объяснения, спрашивают и так далее. Ну, это же процесс такой, да, да. Прежде чем говорить что-то про данные законы, надо не говорить, что это не закон. То есть, когда суд решений примет, кого-то посадят, кого-то отправят. Тогда, да, 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 да. Пока сегодня такого решения никакого нет. Да, есть люди, которые, ну, вот, в частности, в Сан-Санской, суд на землю бою. Значит, мы продали их, это говорит, что есть земля, да, да, да. Суд на суде, тут суде вернут. Далька, да, 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 да. Да. Суде, да, да, да. Суде, да, да, да. Суде, да, да, да. Суде, да, да, да. Я вам должен рассказать, что сегодня ситуация в районе очень тяжелая. Почему? Рудник у нас перестал работать. Александр Михайлович, у нас не интересует сейчас Рудник. Как сегодня как Рудник нас не интересует? Я сейчас расскажу, все, потом вы начнете задавать. Но это уйдет на 2-3, мы все заняты. У нас против Саня за Рудник, Александр Михайлович. И толку никакого, расходимся на том же, на чем мы пришли. Рано, а что вы от меня ждете? Александр Михайлович, вы говорите, у нас много везде свободных земель. Когда поднялся вопрос по строительству вышки, с Василием Ивановичем ходили. Нигде клочок земли не могли найти для того, чтобы построить вышку. А вы говорите, у нас везде свободные земли. Да у нас их нет, они все в частной собственности. Вопреки население, построена вышка. И вопрос был, почему работодатели это самое? Если вас это интересует, если вы приезжаете, я покажу, сколько у нас теперь по Чемскому району зарастает. Это уже по-другому. Это другой вопрос. Это другой вопрос. А можно нарушение? Нам, китайцы, не нужно. Давайте руку уважаем. Я еще раз вам говорю. Значит, сегодня поставлена задача такая, перед нами, чтобы я буду отчитываться на уровне, я его полутаю. То есть сегодня, дажды, муниципальное образование, начиная с сельского поселения и так дальше, должно сегодня подготовить такие материалы по увеличению доходной базы. Если мы сегодня будем вот так собираться, говорить, землю не отдавать, и ничего на ней не делаем, значит, у нас доходы не будет. У нас просто не нужно содержать, будет это прекрасное издание. Нас просто возьмут и скажут, хватит. Поэтому задача нашей сегодня власти, способствовать тому, чтобы создавались новые производства, новые рабочие места, и чтобы от этих новых производств поступала какая-то задача. На каждый год, я вам еще раз повторяю, каждый год уменьшаем дотацию. На следующий год у нас четко уже определили, что дотация умеет, потому что если мы сами ничего не сделать не будем, не производить ничего. На времени перегасываться, к каждому это не более. А это могло того, что там пришли китайцы, все это, знаете, фантазия. Не фантазия, это реально. Есть русско-китайская компания, регистрирована она в Москве, вполне законных оснований. Есть генеральный директор, значит, там фамилия не китайская, преддата, который этим руководит. Преддатели всегда были? Русские фамилии тоже. Значит, это русская фамилия, не китайская. Вполне нормальный человек, адекватный. Он еще кровь выпил, у Болтухина еще кровь выпил, вот сюда. Ну, выпил, выпил кровь, если Болтухин, он все, ну, бомянный ходит, пристал работать, он поправился сразу, ушел. Не думайте, что это доза такая хорошая, что там прям, значит, у нас манность небесная. Очень тяжело сегодня работать. Работать в условиях, когда нет денег ни на уголь, ни на газ, ни на дрова, ни на еде. Мы сегодня за дозорность стоим 20 миллионов рублей. Что должен делать Болтухин? Конечно, по-другому и продать, что не используется. Вот продали сегодня. Ваш бюджет поступил, я не знаю, 649 тысяч рублей от этой земли. У нас продали вместе с этой землей, да, и мы так стоим, да? Вы не продали, вы не продали, вы не продали, вы не продали, вы не заниматься не могут. Если хотите работать, приходите, мы еще никому не отпозали земельных купителей, поехали так далее, никому не отпозали. Приведите пример, что я кому-то землю не отпозал. Нет, с наоборот стараюсь, берет землю, что нам землю сразу взять, и сразу за нее пошел на бок. Это ответственность. Если мы взяли на бок, то есть налог, значит, на этой земле надо, чтобы производить. Что касается переработки древесины, ну вот, Сан Савдорович, он подскажет, кто в министре листового хозяйства. У нас сегодня древесины, листья, расчет на соседку до 500 тысяч рублей. Что происходит? У нас просто леса не идет и до корней. В шоколаду без дров остались. Да, сегодня, когда вы не выписывали древесину, это как переработка древесины ушла. А древесину не выписывали, у него древесины. Вы как эффективный менеджер должны понимать это. Я чиновник. Ну, по совместительству, понятно. Иностранцы в иностранстве. Какие же иностранцы? То есть, когда термозы, как китайские компании. Ну, что это может быть? Вы не слушайте, вы не видите нашего президента, как он общается с Китаем. Значит, поэтому, товарищи дорогие, есть сегодня страна Китай. Она, вы помните, значит, в 69-м году, как у меня в них улыбили. Понятно? Значит, они голодная страна была. Взяли, стали работать. Взяли, поставили такую страну теперь, например, в Америку. Власти сдали. А у нас, понимаете, вы ладим о Боге. Нам китайцев не надо. Мы что-то о чем-то говорим, а сами-то ничего не делаем. Давайте сами. Нас все устраивало до этого. Что же дело? Если были какие-то проблемы. Вы понимаете? Василий Иванович, мы будем слушать до бесконечности. Давайте так. Теперь с нашей стороны, кто первых желает высказаться? Поднимаем руки, высказываемся. По сути, все. Встали, слушаем. Сколько можно? Тише. Я вот что хочу сказать. Земли у нас высказали навалом. Ничего на ней не делаем. Почему ее не дать в аренду китайцам? А почему перспективные отрасли китайцы забрали? Какие? Лес. Лес. Переработку леса. А школьные дворы они перестроили по переработку леса, а пусть бы завели молочное поголовье. Я вам знаю, что сейчас скажу. Вот сейчас бы я бы... Был бы вот такой. Сейчас продали бы китайцам землю. Мы все бы думали... Не продали. В аренду. В аренду. Никто бы не сказал. Никто бы не сказал. Ничего не было наше, свои. Свои руки через нас. Понимаете, какая ситуация? Нет, все за дураков у нас тут считают. Держим за дураков. Вот просто дураков не считают. Вот у нас вспоминали... Свои или сами работают? 49 лет. Я вам просто пример приведу. Ну вот помните, Довосов, как все это... Начал работать. Столько было противостояния, значит, убрать его. Значит, чуть ли не восстание, чуть ли не до драки дело находилось. Ну он, значит, рабочие места создавал, значит, и все. Потом, когда, значит, случилась трагедия, все воспоминали Довосов. Вот он ушел, в действительности он ушел. Ну, как же ничего не стало, вообще ничего не стало. Ой, да у нас до 20 лет ни одного работа в местах нет. Ну, значит, вот, когда что-то новое внедряется, ну, прямо все на дыбе. Ну, все сократилось. Нет, нам не надо отчитать. Давайте хоть руку поднимите. Кто хочет, работает на земле. Мы работали на земле. Мы не работали на земле. Молодцы, молодцы. Глупый вопрос. Да, у нас предки работали. Работали в лесу, и всех оставили без работы. И семьи их не без работы. И дети, скоро пойдут милостыню просить. Еще раз, вот, сейчас, министр. Да нет, китайцам пойдем. У нас же работали в лесу с вами. Мы в лесу хорошую ровшую 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 забираем, остальное оставляем все там. Но это до поры до времени. Надо же, чтобы таскнуть сюда. А китайцы будут только плохую забирать на ровшую. Только ровшую нам оставлять. Ну и вообще, китайцев не надо нам. Их не надо, сюда 300 человек. Зачем они нам нужны? А мы кроват, что же все не можем заготовить, делянку отвезти. Я не знаю, почему вы заготовите. Есть закон. Нет, вопрос. Потому что они выезжают. Потому что 300 этих людей. Кто сюда подвал? Он куда-то к себе и забирает. Нет, ну надо говорить. А я не могу отвезти. А то лесникова так подсадила. Александр Михайлович, вы вот в клубе собирались и сказали, что я разберусь, почему вам не выписывают эти деляны на дрова. Ну так ведь и не выписывают. Я не знаю. Я справа обратился в покойниче, в Царство Небесное. Александр Михайлович, мне никому не откажут. Что я приходил и не говорю. Дрова у вас выписываются? Анатолий Николаевич. Подходят. Или в партн подошел. У нас всего в лесхозе два квартала. Осталось? Да, по Спаруковскому. А остальные... Остальные Александр Михайлович продал. Откуда Гранстар появился? Есть лесники. Как продали? Есть лесники? Нет. Говорил, что у нас два квартала осталось. В лесу досталось. Что вы не говорите? Да, да, да. Что вы говорите? Где лесник здесь? Нету ни одного. А специально лесников отправили на работу? Нет. Так давайте вопросы задать следующий. Но вы задавали вопрос, так и не ответили насчет этих... Ветровал... Почему не дают? Даем после нашего лесники. Конкретно? Ветровал не дают. Это 100%. Ветровал не дают. Ветровал не дают. А надо сначала обратить к этому ГРАСНАП. А ГРАСНАП то... А откуда мы узнаем? Что такое ГРАСНАП? Ветровал... Внимание! Послушайте по метровалу. Чтоб не было разговоров. Потому что люди ко мне шутят. Ветровал это серьезная, так сказать, позиция, значит, вот... Александр Миталович, я по метровалов. Я метровал, как бы, свои... Ну, превышая полномочия, он сказал, ребята, забирайте их сейчас. По метровалу, значит, по дровам 20 кубов. Объясняю. Вот у нас, как у Анатолия Николаевича, царство небесное, умер, хороший один из них на всю республику был. Сейчас его ощептал, замещают. Назначили, так, по-моему? Нет. Вы же назначили. Ну, нет. Значит, я с ним разговаривал, консультировался. Сегодня выписать или метровал. Но в пределах, не то, что у нас земли проданы за пределы их, значит, едете в лесничество, пишете заявления, там оформляете никаких вопросов. И даже по партию, по метровам, по населения. И никто не выпишет это. Я буквально разговаривал на той неделе, в пятницу. Ну, кажется, мы же ходим туда. Коля, давай, давай, поделай. Никто не выпишет. Парочку, Бог, я выписал. Мне дали его бежьяш. Еле в уймении. Я про это и говорю еще раз. Все прибавляют. Ваши земли не прошла. Ну, я же часто так и сказал. Ваши идеалы, что земли проданы. Кто продал? Кто продал? Давайте яхт, яхт, яхт. Нету все. Спокойно разговаривайте. Да сколько можно вокруг одного тоже топтаться и птица? Вы педагоги? А что, вы не люди, что ли, педагоги? Мы не люди, у нас нет чувства никаких. Не приехали. Давайте разбираться. Кто продал? Тыканье. Вопросы задаем. Вопрос можно? Я вас хочу очень убедительно попросить. Кому вопрос задаете? Вопрос задаю конкретно министру лесного хозяйства. Я вас очень убедительно прошу. Я тоже лесник, бывший, хотя у меня есть лесное образование. Я могу сказать, кто продал 8 тысяч гектар лишним, вывел из государственного лесного фонда и продал какому-то неизвестной фирмы, фирмашки, Агроснаб. Вы мне объясните. Я что-то или в головой не дружу, или вообще у нас мир. Вопрос не верный, а он был на 45 гектаров. Вот тихо. Вы же должны у нас рассказать, что за каком основании гос леском, это как ударственная леска. Кто имел право продать, вывести из государства? Вопрос задаю. Я получаю. За это вопрос я отвечу. Но никому не даю слово. Ссоры в 10. Да. Никакому мы Агроснабу ничего не продавали. А почему Агроснабу? Мы хозяева. Мы продаем тем людям, которые сделали заявку. Другие не выучите. Вычесть посредними. Ну вот сейчас Плашев выясняют, кому эти земли принадлежали. Вина или вина. Возняет суд. Я вас обрабатываю, что это лесной гон. Действительно. Но и продажи, которые были. Все продажи, так сказать, планы. То есть, это все, они садятся. Я их не видел, значит, эти земли садятся. На карте садятся. Значит, все они принадлежали, земли, первая посполучка. Когда раздел произошел, первая посполучка. Разглавил первый, ту ферму, она называлась в садское хозяйство, Танзыков, Николай Васильевич. Он здесь? Не было. Он работал. После него сам работал кто? Подсказывает. Шевелек. Все у них и карты, все действия. Все, значит, эти акции о бессрочном польске живет землей. Потом перешло это к следующему там языку. Айдарову. 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 Айдарову, не Гайдарову. Он, значит, Айдарову купил эту землю. Значит, ты вкуса садись. Он в лесной никогда не принадлежал совхозу. Вы что говорите-то? Вместе суда. Был лишь хозяйственный лесхоз, он занимался лесами. Когда покупает, продает, население везде, 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 везде. Мы не совхоз самостоятельно ничего не рубили никогда. Тихо. Значит, когда я вовремя работал, в 92-м году, когда был указ Гельцина, когда всем разделили и пои, и, значит, и мысли. Но лес не вели. И коровки не вели. И землю поделили. У меня есть представление, я уход подписываю. Чего ты говоришь? Значит, была Косковская ферма, была Кунжинская ферма, и все остальные. Все получили землю. Значит, мы не лезли. Если лес тоже напай, тогда не поделить на напайщиках. Я вам скажу, что было, значит, по этой земле. Да. Лесу покрыли. Ну, странно, работа, даже вещь, и добры запись. Все это преодолевало Косковской ферме. Кроваты те получили. Единственное, что Косковская ферма, она продолжала выходить. Которых не надо всех выкинуть. А вот Кунжинская, они сделали все правильно, потому что, домой взгляд. Они собрали, собрали, разделили всех коров. Так было. А почему лес тогда они разделили? Разделили всех коров, разделили трактор. Даже, знаешь, вот мы с тобой построили, дощатый такой коровник. Ой. Давайте конкретно вопрос. По защищу произведения, все это дело пошло. Поэтому, говорить сегодня там, было, не было, все документы не есть. Нет, про леса не было. Сегодня возник шпорт, вот у нас, мы его в суде решаем. Были эти земли, которые... А почему, так сказать, завтра это лесхоз, они отводили делян, и так на эту землю, и рубили так же лес. Как выгодно так и делали? Межсовхозный лесхоз. Эта организация была просто на боях совхоза. Как только начали разделить колхоз, межсовхозный лесхоз, он просто автоматически распался. Значит, он не владел ни землей, ни лесом. Тихо. Да что вы там, вы все знаете. Я проработала в тех, где наш хоз. Значит, межсовхозный лесхоз раздавился. Из земли, которые были межсовхозный, с хозой, не в собственности. Они были разделены в себе. На каких основаниях их заводят, да? Так что... Почему-то напоито леса не делили. Значит, боевая земля, лес, почему лес берут? Почему лес берут? Я вам объясняю. Не были леса боевые, если мы землю уже продали, вы знаете, значит, 0-3, так, пашни, так, после, так далее. Никто, вот у нас. Я два, делаю, всю пашню разделили. Вот. Разделили пашню и по косу. Извините, давайте послушаем, почему собрались все собрания, давайте нашего, без такого вот этого. Историю вы хорошо знаете. Вопрос у нас, собрались люди по поводу китайцев. Давайте к ним, к любимым вернемся. Ни одного китайца еще. Да, ни одного мы слышим. Но будет. По слухам, по слухам, по слухам. По слухам, по слухам. Секундочку, секундочку. Я не угрожаю. Если у вас есть люди, которые могут сегодня заниматься лесом, с его глубокой переработкой, пожалуйста. А государство не может профинансировать этих людей, станочек купить? А продвижение, а продвижение? Мы землю продали, допустим, мы можем станки купить. Да, мы как эффективный менеджеры должны это понимать. Я неэффективный. Сейчас вот эти наши лесом, которые занимаются, они вместе все сетоваются и могут это все организовать. У нас свои работодатели есть, которые детей нас скормили, мужей вот самое работают. А сейчас китайцы все займут, и мы враг, что они хотим идти. Нам китайцев не надо. Вот прошел слух, что приезжает буквально в ближайшее время, что приезжают китайцы. По слухам, ну, по слухам, мне Селиванович говорит, что это от вас услышано. Также моя супруга слышала, что от вас, что приезжают китайцы. Соответственно, это да или нет? Да. Опровергните или утвердите? Коротко. Приезжают или нет. Мы услышали от кого? Я не знаю, в таких данных. Не знаю, что сказал. ВСПшник меня допрашивал. Вот 150 китайцев уже заявку сделали. Но мы против? Ну да, а я не знаю, может, они врачают. По квотам нет, но 150 человек, есть только 138. На всю республику. На всю республику 138. У нас сегодня такое собрание по поводу китайцев. Почему никто не пригласил представителей их компании? Куда? Ну хотя бы на собрание. Мы бы, например, ему вопросы все эти задали. Куда-то, почему? Сказали бы, мы не хотим никакое совместное предприятие. Странно, вот вы не хотите государственного принято? Да что? А почему он не прибыл в предприятие? А мы не хотим. Мы здесь же... Мы не хотим, у нас... Вы тоже государственное... У нас в архии нет. У нас в архии нет разрешения действия усиления тогда было по закону. И еще вопрос. Неправильно, Александр Михайлович. Народозаводнение. Тихо. Москва зарегистрировала предприятие совместно. У нас их совместное предприятие есть и с Францией, и с Америкой есть. Даже с врагами с нашими есть. Совместное предприятие. Скорее всего. Ну если бы мы сегодня... Значит, у нас президент скажет, что это что такое? Значит, люди приходят с инвестированием, чтобы экономику России поднять. А экономику... Вы же прекрасно знаете, к чему это идет. Галия Восток уже инвестировали до такой степени, что там русских практически... Знаете, с лупой надо искать. Давайте я сразу сейчас перейду к главному, да? Ну. Составленное письмо главе республики Алтай. Ну, как инстанцию мы не можем его пропустить. Соответственно, я зачитаю, и все желающие могут и расписаться. Я зачитаю? Получается, уважаемый Александр Васильевич, обращение к главе республики Алтай. Александр Михайлович. К вам обращается... Александр Михайлович. Нет, это республика. А, это... Бердник. Бердник. К вам обращаются жители Чойского района. По непроверенной информации, так как мы не можем доверять вашим словам, которые распространяют лично глава Чойского района, стало известно, что в ближайшее время в республику Алтай на работы в Чойский район прибывают 150 граждан Китая. В последующем их размещении на заранее подготовленное для них территорию Чойского района, на котором уже трудятся несколько гостей из Поднебесной. При острой нехватке рабочих мест для местного населения это действие выглядит предательски со стороны властей. Как бы, я все согласна. Да, даже согласны. Все согласны. Мы, здравомыслящие граждане Российской Федерации, прекрасно понимаем дальнейшую перспективу подобных мероприятий для нашей с вами страны, что мы сейчас наблюдаем на Дальнем Востоке. Подобное засилие начиналось также с нескольких человек граждан Китая. Это никто не будет отрицать. Когда-то пришел туда один. Призываем вас поддержать жителей республики Алтай и постараться вместе сдержать этот натиск. Прикрываем под личиной сотрудничества и партнерства. С уважением и надеждой гражданами Чайского района. Кто за? Все, все за. Вся деревня. Многие, многие за. Все, кто считается гражданином, прошу, я просто пущусь. Давайте сразу. Создание рабочих мест. У нас работать никто не хочет, а мы сейчас китайцев выигрываем. Они хотят по домам ходить, чтобы больше попросить. Да не говорим. Мы сейчас про этом съесть. Не надо работать. Все, что-то не хочет. Давайте еще вопросы. Давайте я опущусь от стапок. Не об этом надо говорить, что китайцы придут, они не придут. А надо говорить о том, почему лес, который водокранку полностью рубит, отдали подругу. А китайцы еще будут рубить? Они вообще ничего не имеют. Они продолжат. Нет, видите, глубокую трюльсину уже можете, если вот так взяться. А китайцы все равно придут. А почему китайцы будут этим заниматься? Мы первые должны. Вот сейчас послушал, значит, многие речи, значит, на курорт 9 лет, там на аренду, или там продание, еще разницы в этом нет. Однозначно здесь будут китайцы. И даже прокурор говорит, что то, что... Не будет. Я вам сейчас могу произнести слова святых отцов, которые сказали намного раньше о том, что сейчас происходит. Вы все это знают. Да, потому что в 91-м году это звучало. Очень немного, нет? Прочитайте. Ну, давайте, будем читать, давайте вопросы, Николай. Ну, как не будем. Зато всем. Сейчас. Самой большой трагедией станет захват Сибири, Китая. Это еще в 77-м году сказал преподобный Серафим Тяпочкин. Я человек церковный, поэтому я... Духовные корни надо искать в этом. Они искают там, значит, Александр Михайлович виноватый, виноватый, значит... Я не защищаю его. Я говорю то, что как здесь есть. И мы будем верить... Это факты. То, что уже должно быть. Нет, нет. И это будет. Это будет. Хотя просто слушайте, смотрите. Это будет. Николай, время идет. Ну, будем говорить, что... В церкви потом скажут, эти... Нет, зачем он... Самой большой трагедией станет захват Сибири и Китай. Произойдет это невоенным путем китайцы вследствие ослабления власти и ответа границ станут массами переселяться в Сибири, купать дома, заводы. Путем подкупа запугивания договоров с властями имущими. Они постепенно начинят себе экономику. Все произойдет так, что в одно утро русские люди, живущие в Сибири, проснутся в китайском кулахе. Это вообще по селу надо пройти. Соберемся здесь и по селу пройдем. Здесь теплее. Но не безнадежно. Китайцы жестоко расправятся в селе с попытками сопротивления. Запад будет способствовать этому завоеванию нашей земли и всячески поддерживать военную экономическую мощь Китая из ненависти к России. Но потом они увидят опасность для себя. И когда китайцы попытаются уже военной силой захватить Урал и пойти дальше, будут все вискоспли препятствовать этому. И даже помогут России в отражении нашествия с востока. Россия должна выстоять в этой битве. После страданий и полного обмечания она найдет в себе силы вострянуть. Николай, ну хватит. Все по-все по-все начали спотку по Александру Михайловичу. Еще вопрос. Министру будет вопрос? Министр задали вопрос. По-дому Алексею Александровичу. Вам вопросы. Александр Александрович. Пожалуйста. По-одному. С истории начнем. Давайте с истории. Ну первый вопрос по китайцам о том, что есть и нет и по факту нет. Да, информации у нас в Министре даже нет. вы какие-то собираетесь. И второй... А кто еще заберет и работал? Нет, несколько есть. Я хочу вопрос к другому. По объему древесины, которые кто-то уже отвел им. Такое нет. Никто не отводил. Ну будут отводить. Кто будет? Не знаю, кто будет отводить. Что вы собираете? Я че что-то говорю. У вас три года уже, да, непосредственно в Шельский район и плотно работают, потому что ряд законодательств у меня работают вас местные. Предприниматели местные. Там и пугали, что придут с другого, но работают. Просто сейчас... Нет, нет, хожу, не могу, делянку столько много Это отдельно мы с главой посреди. Только найдешь делянку, нельзя, ходишь, лесники зашли. По объему говорю, никакой объем нет. Александр Михайлович озвучил по лесу какой есть. Да, есть, он не вырубается. Но все прекрасно знаете, какие здесь вырубаются. По второму вопросу, по третьему уже, по лесам. Да, сейчас мы спорим о том, что 20 тысяч гектар, которые продали, как земли сельхозназначили, это земли лесного фонда. Но это получилось такое. Очередной раз законодательцы закрывают. Когда до 7-го кода, до 2007-го старый лесной кодек здесь, то лесники распоряжались всем лесам, которые есть. Сказал, лесники только распоряжались на землях лесного фонда. А никто не учитывал, что в свое время были межколхозные леса, которые остались на землях сельхозназначили. И вот эта правовая такая проблема получилась. Нет, вы пока не отворачивайте, я просто вас поясняю, почему так произошло. Это не только в республике Алтай. Я буквально из Томска, совсем у всех такое получилось. Но, к сожалению, земли сельхозназначение откадастрировали, поставили на заявление в администрацию написали, администрация продала. Вот теперь мы в суде, если кто не верит, я сам в суд даже прихожу и смотрю со стороны, чтобы понимание было. Сейчас находимся в доказании, что это лес. Да, по факту мы с вами видим, что там и сосны, и пихты двадцатилетние. Ну, документы надо. Лесоустройство сейчас заказали. Вот что касается этого. У нас, к сожалению, по дурачаку печальный опыт, где мы проигрались в прокуратуре все сутки. В Чуйском районе у нас обеспечительные меры наложены по рубке и в суде сейчас находимся. Буквально сегодня суд был, прокуратура, мы отдельные иски подали и прокуратура. Я считаю, что это должен быть лесной фонд и оно по картам по всеми правильно говорят, что это и есть. Это лесной фонд. Вот на решение суда. Мы уже обращались и в Госдуму принять отдельный закон по межколхозу, но, к сожалению, его завернули, потому что это не проблема, в этом направлении работает. По Турачаку буквально он там прекратил рубку. Сейчас опять очередной у нас идет выбор, началась опять рубка. Физически сейчас с милицией подключили, посты поставили, уже просто машину начинаем проверять. Нет, здесь не Агроснаб. Здесь по Агроснабу здесь вот делка произошла. Что касается у вас объекта недвижимости, но, к сожалению, с администрацией не знает, кто у вас налогоплательщик по земле и по объекту недвижимости, задавал вопрос. Почему Александр Михайлович задает? Налоговая база при защите бюджета формируется, налог куда поступает от объекта недвижимости? Как бы они отсюда сверили? В сельское поселение. Земельный налог куда поступает? В сельское поселение. У вас этот товарищ платил или нет земельный налог? Нет, я просто к чему. У вас эта информация есть. Я сразу объясню. Значит, вот этот раз так мы его называем, они на сегодняшний день должны нам земельный налог в сумме сто семьдесят чем по-моему, тысяч. Так. Они часть отправили налогов в чуйское поселение и часть к моему вообще отправили. И вот мы уже второй месяц бьемся, чтобы они винули эти деньги нам. Но пока все на месте. Это налога еще поправить. Это просто ошибка. Ну, я хочу вы второго. Нет, это жёлток. Нет, это жёлток. Лес никто не продавал. Я просто говорю, лес никто не продавал. Продрали земельный участок, земельный сельхоз. А рубит это не? Лес никто не продавал. А лесу брали тогда. Ну, суд приходил. Вы тоже были. Я не была. Можно вопрос? Вы были. Роспись, да? Да. Вы в суде же были? Были, были. Слушай, вот буквально косопозавчика. Все будет. Все будет. То есть, вот, доказательную базу. Вот сейчас мы теперь приносим старый в суде субтитры. К сожалению, кадастра не содержит. Вот если вас содержал, то вообще вопросов не было. Вот сейчас мы его наполняем это дело. И мы на месте не стоим. Факт, да, все вершился. А когда продавали, почему в Таргении вот самая выставлялась? Ни земля, ничего, никто ничего не знал. Это здесь вот отдельный разговор, сейчас и прокуратура. Да. Здесь Александр Михайлович защищает, защищает. А в мае два суда почему проиграли? Мы его выбирали, чтобы нашим защищали. В мае 2017 года состоялось два суда. Министерство природных ресурсов благополучно проиграл их, просто не явившись. И, соответственно, перешли эти все земли в собственность уже Агроснаб. Подождите, вот здесь заблуждение, не вводите всех. У меня есть бумага от арбитражного суда. Два, две. Я выяснил, то есть, первый вообще изначально пошел в сырый пор, когда мы машину остановили, да, и выяснилось, что эта рука оттуда идет. Их на 500 тысяч Агроснаб оштрафовали. Есть решение суда, правда, сейчас по строчку. Второе. И мы тут же в суд начали подавать. Но, к сожалению, кто подавал у меня человек, он уволился и дела не передал. Это опять человеческий фактор. Но мы заново все это подали. Нет, мы это заново все подали. И Агроснаб уже на тот период был подачи искового заявления, уже был собственником. А не в тот, что период министерства, когда не явилось в суд, и сразу этого Агроснаб перешло. Это заблуждение. Совпадение очень, согласитесь, какое-то радикальное такое совпадение. Суд не явился, а тот и перескочил. Никто там не перескочил. Не явился, к сожалению, у меня начальник отдела уволился. Моё уволился. И мы дальше начали. И совместно с прокуратурой в суд с региональной Маке Николай Николаевич, который замкнул. Он сам включился в этот процесс. Мы непосредственно с ним встречались. И сейчас решаем вопрос, кого касается Турачака. Что-то делать. Турачак нас не волнует. Сейчас нас... А границы не удают. Не согласовывая. С того же порядка. Но за границей у нас столкнулся. Вы докажите, что это... Мы уже экспертиза нанимали. Все карты-то лежат в исходе же. В этом... Весь хозяйство, висходы переданы. В этом... После сходства. Но они не находятся в кадастре. Никто не передавался. Живи не в кадастре. Я еще раз вам объясняю. Вот вы... Ну, поверьте мне на основу. Да мы не будем вам верить. Я в то время работаю. Мы уже не верим. На прошлой сессии стало вопрос о недоверии. Показания было. На прошлой сессии о недоверии хотели это выставить. Мы уже не согласились. Делили бои. Кто сколько... Какой стаж. Лес никогда не был. Мы говорим про лес. Про лес. Лес мы не делили. А почему? Мы уже поздали с хвостом. Мы уже поздали с хвостом. Мы уже поздали с хвостом. Почему получился... С обходом я Айдаровск не стал. Одну минуту. Так, все. Поэтому... То есть мы сейчас опять в суд подали, судимся. Мы там не оттаяли. И что мы там... Как хозяином всего стал один Айдар Танзыков. Нет. Когда люди очень многие по имени... Это как раз из лесочек чистый. Переоформил, да? Не срочным пользом было мешковку. А, да, да. Смой срочного пользования. А по закону имел право собственность, к сожалению. Вот администрацию дела и опорная. А по собственности когда входит все равно народ должен обо... Никто ничего не знает, что вырубили. Верщины червая, видите. У нас пустая спорить. Поищите. Помните водогранку. Посмотрим. Ну, когда вы... Снегом давали это все. Вы конкретно напишите, что... А простого смерти если вырубят писать не надо арестуют сразу. А эти все до в охрану. Проверить, кто никого не отъехал. Сидите. Пишите. Где же нужно. Сидите. Это все... Это граница-то я знаю точно лесхозовские, межхозяйственные. Их продопало все ногами. Это межхозяйственные, это краснавовские все. Они губят. Они как резали без грязи. Так, еще вопросы. Давайте. Они ночью, если он сейчас упил и гудят ему воруют. Ну, где он из милиции? Куда сможет? Сейчас они ему пили, когда не вон. Тише. Вопрос. У меня вопрос вот к министру. Как мы, граждане, можем на законных основаниях по какой схеме брать в лесу ветровал? Не дают его. Нет, ветровал не дают. Почему? Вы можете описать схему? Не дают его. Так это не их лес, он еще в суде. Нет, нет. Это по-другому. Это все, что раньше санитарные рубки были, ветровалы, буреломы. Тогда была простая схема. С 1 октября 2016 года приняли, несли изменения в законы. Теперь мы все через сайт. С Александром Михайловичем он сколько раз собирались, он у него тут все на незаконные действия подвигал. Смысл в чем заключается? То есть, ну, взбинули, потратили, все, и всеми усилиями сейчас запустили. То есть, необходимо акт лисопатологии сделать. Где ветровал, бурелом, нет, он был. Но он тогда на местах делался. Сейчас это делается. Мы его вывешиваем на сайт Российской Федерации. Он там 20 висит. Если по-другому, как называли. Да, 20 рабочих дней висит. Новосибирск проверяет, есть у него сомнения, он без всяких этих галочек снимает, и мы опять на Новосибирск едем, доказываем, что надо. Вот, к сожалению, это такое есть. И поэтому, вот в этом году сейчас нам учились, и уже в следующий, мы даже говорили, что у вас тут ветровал, бурелом сплошной. Даже специально пролетали, блин. Нету такого объема. Поэтому, да, процедура увеличилась. Но мы его сейчас, я говорю, сдвинем по-нормальному. Да, есть такое. Это связано с зелеными, со всеми этими, которые считают, что везде, где лес больной, это все неправда. Примерно так. И в связи, перешили, все на сайт вывешивать. То есть в следующем году только схема будет, да? Нет, она работает, мы уже сдвинулись, у нас уже лесники, как бы более, и уже документы пошли, покажите, вы там заявляетесь, они смотрят, акт делают, мы направляем его быстро в Новосибирск. Но уже процесс пошел, вначале мы, пока с Новосибирском нашли связи, они потому что все снимают. Видят лес, только Республика Алтаи снимают для проверки, потому что там постоянно жалобы идут. Поэтому так, то есть сейчас механизм у нас вроде отладился, и этот процесс... Это к лесникам, да, теперь обращаются? Да, да, да. И беда в том, что ветровал вот не ведет, не ведет, ничего делать не может. Вот это незаконные действия. И сейчас дадут спрос. А законные действия, если ветровал не ведет, его взять нельзя. Сколько штрафов за незаконные действия? В этом случае не халат. В зависимости от того, что там по уголовному. Нет, и этот вопрос, вся Россия так стала уже, и в Госдуму вносился закон, где вот это дело, что касается ветровала, бурелома и минимальные размеры, чтобы так отводили на местах, но опять не прошло. И Татьяна Анатольевна уже подключали. Все это крутят вверх. А это касается больших городов. Новосибирск, Москва, Алис, вот там, потому что... Я вам еще раз говорю, на территории субъекта нельзя... На территории субъекта нельзя... Значит, я вам еще раз не сказал, что не стало трудно, потому что запутанно закладать. Вот он говорит, что происходит, он говорит, что он будет. Кто разделит? Вот, ты знаешь, там, провал, и не провал. Значит, и такие соответствия очень много. Ну, пожалуйста, боги, как я, провал, и сразу убрать, убрать. И если он должен повеситься, потом на следующем повеситься. И полгода, и полгода, и полгода, и полгода, и, ну, есть, ну, и закон, я считаю, что нет. И, ну, придется сюда, вот, может, убрать. Ну, закон, есть закон, выполняйте. Вот даже если вам сегодня данный день, в этом все разговоры-то, кто продал, кто продал. Значит, есть система, заходите сюда, который, если у вас неправильный подарок, Александр Михайлович, можно вопрос задать? А вот земли, вот лес, за сколько вы Аграснабули, как там продали? Я Аграснабу ничего не продавал. Ну, а как там самое, какие-то деньги же перешли, раскупили? Я еще раз говорю, мы продали вашему крестьянскому хозяйству. Все деньги поступили нам в участие. А за сколько вы продали? Я сейчас не помню, 2% на гражданскую сумму. 1,7 миллиона по 85 рублей гектар. Почему там дешево не продали? Даже мне по 85. Может быть, люди сами раскупили бы? Тихо, тихо. Вот же закон, товарищ, говорит. Закон такой. Если эта земля была в бессрочке, то эти люди, которые владели этой землей в бессрочном пользе, и оно действительно в бессрочном пользе, мы так всегда знаем. Значит, там цена определяется 2% по казарственной стоимости. И продается без всяких торгов. То, что мы сделали. 2%. Ну а сейчас вот так же получится, что здесь 130 лет, сколько там она сама, китайцев. Неизвестно. А потом уже факт поставят, что вот уже доехали, вот столько рабочих. И все самые наши, своих отецнят с рынка. Я вам скажу, я отрабатываю последние, мне 69 лет уже. Слава Богу, я наработался. Мы доверяем вам последние, то, что рабочие силы, оставьте наши дети. Если придут китайцы, ну район будет жить. Нет, нет, нет. Нам-то надо работать. Нет, нет. Район-то мы будем жить. А мы с вами давали наши дети, пойдут в рабство. Вы, слушайте, ничего сейчас. Нет, 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 нет. Алинатолий Михайлович. Выход какой? Давайте, атаку решим. Что мы сегодня выходим? Выход. Вот китайцы к нему. Что мы будем делать? У нас ведь китайцы в уши. Мы за уши, к чечникам стиха. Не забывайте к чечникам району. Алинатолий Михайлович, ну пусть они базу создали, а мы как-то уработали. Кто пойдет-то ты пойдешь? Кто пойдет? Кто пойдет? Патриотка, потому что я не продам. Я работаю. Я работаю, знаешь, почему. Маши не спорят, все спорят. Люди, ты работа у нас тут все посчитай без работы. Я пойду работаю. Почему не оформляют? Вы обнимели, было обнимели. Сейчас в нем работа ищем. Надо было оформлять. Не оформляют. Кто пойдет работать? Некому. Что напоили? Да. Китайцы. Мы не спорцы же фигня собираются. Что-то китайцы. Мы не знаем. Да. Вот что такая. Мы различили цель, чтобы было размешать. Что-то прошло. Мы решили. А нас не так. Самый ближний. Экономика. Да. 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 А раньше вот для этого фирма это так. Я чистил он. Да. Вот у меня чистил. А если еще есть? Ну и есть. Трава. Трава. А вот так трава. Видишь же я. Не стоит. Вы знаете, что у тебя рожаетесь. Спасибо. У нас пенсионирование вывода. Да. Значит, перевозка, значит, совсем какие-то. А вы на пенсию не ушли. Так, какое решение принимаем? Уважаемые. Все, депутаты работают. Мы вас выслушаем. Китайцы будут. Уважаемые депутаты. Какое время решение? Мы подогласим. Долой, китайцы. Тише, я сказал. О, базара. Все. Время кончились. Дайте слово. Почему не даете Александру Васильевичу слово? По конституции народ есть в власть. А депутаты тоже слуги этого народа. Еще раз повторяем. У нас сессия, а не сход. А на сессии принимает решение депутаты. Василий Иванович, а Василий Иванович, можно? Я депутат, он все уже принял. Выслушаю всех. Спасибо. Так, что вы в курсе? Почему участникам вы не даете слово-то? Да вы почему-то человек приехал, и что я... По решению. Я прошу выступление. Все, выступление, говорите, спасибо. Почему, Василий Иванович, вы почему не даете слово-то? Василий Иванович, это вообще уже беспредел. О-о-о-о-о. Я ему время дал, целый час. Дадут время, Борисов стоял целый час, разглагольствовал. Дайте сказать человеку. Три минуты. Товарищи друзья, у нас имеется в районе комитет. Согласно его данным. На сегодня у нас в ГИН в районе 170 человек безработных. 172, по улице 32, Карахорше 18. На учете стоят, да? На учете стоят, но... Не менее там 10-ка 8-10, так далее. Нажайте это 7-10. Какой смысл нам приглашать кого-то сюда на работу? Когда с твоих 170 человек безработных, а по улице 30 безработных. Я говорю, не точно, не 32, больше. Все, давайте ближе к делу. Никаких зарубежных лиц. Но это правительством придумано. А где работа? А где работа? Давайте так, выслушайте меня. Значит, вот что у нас сейчас было в собрании, или это, самый вопрос подмасса. Мы имеем право, как депутаты, обратиться с предложением к районным депутатам. А районные депутаты уже пойдут выше. Давайте мы делаем обращение от нашей сельской администрации, от наших депутатов обращения, депутатам районного совета. Согласны со мной? Что мы только и можем делать? Нет, не только. А что вы еще хотите? Надо сделать выборных и провести референдум. Референдум это больше... Давайте готовьте сход, и обязательно, чтобы депутаты подготовили сход, и решить, чтобы провести референдум. У нас обычно сходы бывают в феврале, а не бывают у нас в руководстве. Раз в год, в феврале, сход будем проводить, этот вопрос поставим. Неочередной можно? Можно мне очередной референдум это... Теперь, значит, сход, чтобы знали все сегодня, как проводится по закону, чтобы не было потом разговоров. Вот у нас поспорное население сколько взросло? Вот. 500 человек мы должны и одного собрать. Тогда решение схода будет по правоможенству. Не соберем? Это взросло 1200. Но закон я с ней его предупреждал. Нет, а на каком основании в прошлом все сходы села вдруг имели силу, когда собиралось по 20-30 человек? И они там ничего не решали. Ну как не решали? И решили же, куда поставить антенну эту. У меня под носом. На сходе, Василий Иванович, вы сказали. Решили это, на сходе. Войны и стандарты. Не надо, не надо, Василий Иванович. Я специально под эту антенну сел, что это самое, все кричите здоровье. Я буду рядом с ней. Хорошо, Василий Иванович, построите дом рядом с ней и поживите здесь. Это сама антенна, тогда будут какие-то заявления и все прочее. Так, уважаемые граждане. На этом по первому вопросу все закончено. Мы ничего не решили здесь. Мы можно сказать, часто я сказал, что мы делаем обращение к ивановым депутатам. А он второй день работает тут. Все законы знают. У Анны фонусом. 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 Продолжение следует...